В центре Самары 9 мая запретят продажу алкоголя. Это связано с проведением торжественных мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующее постановление опубликовали на сайте регионального правительства. Из документа следует, что запрет будет действовать с 8 утра до 11 вечера. Ограничение не распространяется на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания. С 1 июня возобновляются рейсы из Самары в Минск. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Курумыч. Улететь в столицу Беларуси можно будет по субботам. Вылет из Самары в 11.40, прибытие в Минск в 13.15. Из Минска вылет запланирован на 19.05, а посадка в аэропорту Курумыч в 22.25. Продолжительность полета составит 2 часа 30 минут. Со 2 по 5 мая в Самарской области во второй раз пройдет международный антифашистский форум «Гитары в строю». Впервые он прошел в прошлом году, а в этом году фестиваль приобрел формат форума. В Самару приедут ведущие, политологи страны и других государств. В преддверии Дня Победы в рамках форума пройдут научные конференции с участием выдающихся зарубежных и российских историков. Также проведут встречу в формате круглого стола, в который примут участие российские, иностранные политологи, журналисты, общественные деятели и деятели культуры. В рамках музыкальной программы форума «Гитары в строю» состоятся выступления артистов из России, Италии, Великобритании, Колумбии, Словении, Черногории, Китая и Сербии на концертных площадках по всей Самарской области. Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко вручил медаль Луки Крымского самарскому врачу Сергею Скупченко за многолетний добросовестный труд и профессионализм. Сергей – врач-эндоскопист Самарской городской клинической больницы номер один имени Пирогова и работает в сфере медицины уже 17 лет. В 22-м году Сергей Скупченко в качестве волонтера-медика в составе группы хирургов Самарской области участвовал в оказании медицинской помощи пациентам в прифронтовом госпитале, спасая жизни и здоровье людей в Донецке и Докучаевске. В Госдуме планируют ввести закон о полном запрете розничной продажи вейпов в России. За последние 11 лет число подростков, использующих вейпов, выросло в 10 раз. В обществе считается, что вейпинг – это более безопасная альтернатива сигаретам, однако он наносит непоправимый вред здоровью курящего и окружающих людей. Авторы проекта уточняют, что в России уже существует мера ограничения в этой отрасли. Например, запрет продавать вейпы несовершеннолетним, запрет на выпуск в обращении никотин-содержащей продукции с добавлением ароматизаторов и иных добавок. Но, несмотря на это, продавцы все равно продают вейпы детям. В России в этом году число вакансий для людей с инвалидностью выросло на 45%, а зарплаты – на 28%. Как уточнили специалисты, люди с ограниченными по здоровью возможностями востребованы в качестве операторов колл-центров, курьеров, менеджеров, водителей, продавцов, учителей, упаковщиков, кладовщиков и IT-специалистов. Количество таких предложений превышает 90 тысяч. До встречи!